Уважаемые любители футбола, Ювентус выиграл восьмое чемпионство подряд. Это самая длинная победная серия в истории топ-5 чемпионатов. И если что-то кардинально не поменяется, зебры завоюют еще не один титул в Италии. Мы вспоминаем команду, которая брала Скудетто до черно-белого шествия туринцев. Гол 24 рассказывает о легендарном составе Милана, который взял последнее до Юви Скудетто. А перед началом просмотра давайте проверим ваше знание футбола. Сможете ли вы ответить на наш небольшой вопрос в комментариях? А теперь продолжим. Итальянский кипер за свою карьеру выиграл все с Миланом, от домашних трофеев до Еврокубков. Однако из-за травмы большой конкуренции в то время Абьятти не получал столько игрового времени, сколько необходимо. Интересно, что Кристиан в сезоне 2005-06 был отдан в аренду именно в Ювентус, чтобы заменить травмированного Буфона. Он даже взял с туринцами титул, который впоследствии аннулировали из-за договорных матчей. Абьятти долго конкурировал с Дидой за место в воротах, а под конец карьеры уступил место 16-летнему Доноруме. Тем не менее, именно Кристиан защищал ворота в сезоне 2010-11, когда Милан взял крайнее чемпионство в серии А. Левый защитник. Лука Антонини. Его выступление за Милан нельзя назвать блестящим, однако защитник старался максимально помочь команде. Единственным титулом в карьере футболиста стало как раз золото чемпионата в сезоне 2010-11. Ну а профессиональная команда из One X предлагает широкую линию для всех любителей футбола, а также множество интересного по нашему промокоду. Вся информация под видео. Центральный защитник. Тиаго Силва. Бразилец начинал карьеру на родине. Потом поиграл в Порту и даже числился в Динамо, в котором так и не дебютировал из-за туберкулеза. Однако после московской драмы у Тиаго дела пошли в гору. Он отлично проявил себя в Луминенце, а затем перешел в Милан. В составе Рассонери защитник проявил себя очень ярко. Не зря легендарный Паулу Мальдини назвал его своим наследником и одним из лучших защитников мира. С миланской командой Силва выиграл чемпионат и Суперкубок Италии. Несмотря на хороший контракт, в 2012-м Тиаго вместе с Ибрагимовичем перебрался в ПСЖ, где сразу стал капитаном команды. Центральный защитник. В 2012-м он был куплен Миланом за 39 миллионов евро. В то время это была огромная сумма, отданная за защитника. Учитывая, что в Милан Несто перебрался как состоявшийся футболист, он быстро сыграл со Смальдини. В дальнейшем этот дуэт стал непроходимой стеной. Босс, как его прозвали фанаты дьяволов, задержался в клубе на 10 лет и стал легендой. Он выиграл с клубом 9 трофеев, включая целых две лиги чемпионов. Последним титулом Алессандра стало Скудетто сезона 2010-11. Правый защитник. Иньяцио Абате. Он оказался в Милане, когда ему было 13 лет. Иньяцио долго мотался по арендам, пока его не выкупил Торино. За сезон в Турине защитник успел намекнуть руководству Рассанери, что пора бы о нем вспомнить. И в 2009-м Абате вернулся в родную команду. Закрепился Иньяцио в основе только при Аллегре, который видел Абате на месте правого защитника. Он выступает в Милане уже 10-й год и за это время завоевал два суперкубка страны и долгожданное чемпионство. Левый полузащитник. Кларенс Зейдорф. Голландец суринамского происхождения в свое время просто рвал и металл в центре поля. В 2002-м его приобрел Милан взамен на Франческо Коко. В составе Рассанери Зейдорф стал первым игроком в истории, который завоевал Лигу чемпионов с тремя разными командами. За 10 лет в красно-черной форме Кларенс стал одним из лучших полузащитников в мире. Он взял с Миланом 10 трофеев, включая и международные. Однако в его случае последним титулом стало то самое чемпионство до гегемонии Ювентуса. Сейчас Зейдорф тренирует сборную Камеруна. Центральный полузащитник. Дженаро Гатузо. Он в свое время был одним из самых жестких игроков, которых видели на полях Европы. Тем не менее, манера игры Дженаро никак не сказывалась на его мастерстве. Гатузо провел в Милане 13 лет и стал настоящим любимчиком болельщиков. Его просто обожали за ту страсть, с которой итальянец боролся все 90 минут. За этот период он помог команде взять 10 трофеев от чемпионства до двух титулов в Лиге чемпионов. Сейчас Дженаро тренирует Рассанери. Дела у него идут не лучшим образом, но фанаты не хотят, чтобы он покинул команду по окончании сезона. Правый полузащитник. Андреа Пирло. Этого спортсмена в свое время прозвали профессором, архитектором и маэстро. И действительно, Андреа видел игру как никто другой. Он мог за матч пробежать меньше всех, но иметь намного больше полезных действий в силу мастерства. Пирло чуть ли не единственный игрок, поигравший в Интере, Милане и Ювентусе, но при этом его уважают фанаты всех трех клубов. За десять лет в Милане Пирло выиграл все, что только можно. Последним его трофеем стало чемпионство 2010-11. А затем он перешел в Ювентус и выиграл еще четыре серии А к ряду. Настоящий маэстро. Он считался одним из самых перспективных нападающих в истории, и его уже поспешили окрестить новым Пиле. Однако ни в Реале, ни в Сити Роби не демонстрировал того уровня, которого от него ждали. В 2010-м бразилец оказался в Милане и, казалось, перезапустил карьеру. В дебютном сезоне он наколотил 14 голов в серии А и помог команде завоевать первое за семь лет чемпионство. Но следующие четыре сезона прошли не лучшим образом ни для Робиньо, ни для Милана. Свой очередной трофей бразилец взял только в Китае. Каждый, кто видел его игру, знает, что второго такого нет. Его дриблинг, скорость и удары просто поражали. Бразилец буквально игрался на поле. Лучшие годы Рони прошли в Барселоне, с которой он выиграл два чемпионства. Столько же суперкубков и Лигу чемпионов. Но вскоре Рональдинио надоел серьезный футбол, и он начал валять дурака как на тренировках, так и в официальных матчах, мотивируя это необходимостью нового вызова. В итоге в июле 2008-го волшебник был куплен Миланом за 21 миллион евро. Да, этот трансфер позитивно сказался на игре бразильца. Однако за три года он взял всего один трофей. То самое чемпионство 2010-11. Этот сезон стал последним для Рони в составе Росонери. Из-за конфликта с партнерами по команде и руководством он перебрался в «Флуминенце». Как и Пирло, Ибра успел поиграть в трех итальянских грандах. Он взял два чемпионства с Юви, которые были аннулированы вследствие Кальчополя. Из Турина он перебрался за почти 25 миллионов в Интер, с которым взял сразу три подряд серии А. Также Златан неплохо поиграл в Барселоне, но так и не смог смириться с тем, что в клубе он не главная звезда. Да и не обошлось без конфликта с Гвардиолой. Решением стала аренда в Милан. Швед очень неплохо выступал. В 29 играх забил 14 мячей. Статистика могла быть еще лучше, если бы Златан не заработал несколько дисквалификаций за удары соперников и ссоры с арбитрами. Тем не менее, по окончании сезона Ибрагимович завоевал чемпионство с Миланом, а через год уехал в Парис Инжермен. Далее вопрос. Ни для кого не секрет, что наибольшее число матчей за Милан провел Пауло Мальдини. 902. Друзья, а кто является лучшим бомбардиром в истории Милана? Подсказка. Он швед. Ну а Шевченко находится на втором месте. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...